Христос посреди нас, мои родные и любимые христолюбцы, все братья и сестры во Христе. Всем желаю радоваться и веселиться в Господе. Всем желаю возрастать и умножаться в познании Господа и Бога нашего, Иисуса Христа, имя которому одно – любовь. Ну что, давайте помолимся и продолжим. Продолжим свой монолог о грехе. Хочется мне еще один ролик записать. Чтобы была полнота, так скажем, того, что я хотел сказать. Господь мой Бог наш, Иисус Христос, любвеобильный и заботливый Родитель наш, слава Тебе. Спасибо Тебе за все, за всю любовь Твою. Спасибо Тебе, Господи, спасибо. Спасибо Тебе, заявленную Тобою, пришедшую во плоти жертву, чтобы открылись помышления сердец наших, и узрели мы, узрели мы любовь Твою, славу и величие Твое, о воскресении Твоем, божество Твое, о вознесении Твоем, дарованную нам свободу. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос, живой Бог, любовь, всегда был, есть и будет посреди нас. Ну что, продолжаем тему греха. Хотя и так ролик часовой прошлый получился, но что-то я остался неудовлетворенным и хотел еще записать. Хотя тема греха, вы понимаете, это тема Евангелия, да? И сколько пытаешься какими-то вот этими кусочками поднабрать. Видите, что в прошлый раз я кое-что вам все равно зачитывал, и сейчас опять взял вон компьютер. И все-таки хочется зачитать, потому что, ну, по крайней мере, дара такого у меня нету. Прям уж все по памяти я не помню. А тема достаточно сложная, и куски хочется показать большие. И, по сути, прошлый ролик, хотя я вам, как всегда, акцент делаю на всем сразу, да, вкупе. Но все-таки прошлый ролик, я надеюсь, что он получился посвятить, что первый грех, это грех, конечно, сопротивление истине. Что сердце самое страшное внутри себя, когда ты слышишь голос Божий в сердце. Не совести, а Христа, голос Христа, самого нашего Бога, который просвещает каждого человека. Ибо он есть природа каждого человека. Поэтому он просвещает, и каждый человек знает, что такое добро и что такое зло. И поэтому лишь он ответственен в этом выборе добра и зла. Плюс у нас, у христиан, как Господь и сказал, кому много донос, того много спросит. Есть еще и Новый Завет, Откровение Бога человеку. Есть вся Библия, где человек может для себя много, не для другого только, а для себя много пользы найти. А для других только по любви показывая что-то там и советую, ни в коем случае не судить по этому религиозному кодексу. Но в этот раз я хотел бы больше сделать акцент на самом грехе, хотя поговорить опять абстрактно. А закончу я одной мыслью, и возможно будет продолжение серии этих роликов. Но это как Господь управит, пока я не знаю. Вот, ну, я хочу зачитать тогда опять, а потом уже сказать. Ну, зачитать хочется. Ну, в прошлый раз я и говорил, об истине мы уже оставим, как бы, о противлении истине, о вере во Христа, в истину, в любовь, во все вот это. Ну, нет, еще расскажу по наставлению апостолов, напоминая заповедь Господа Иисуса Христа. Суть Евангелия, суть бытия, суть откровения очень простая. Иисус Христос есть Бог, имя которому любовь. Ты человек, его образ, то есть Сын Божий, у тебя есть все потребное для того, чтобы подобиться Богу. И ты его подобие в чем? В любви. А, соответственно, ты что делаешь? Ты эту веру равнодрагоценную для всех христиан однажды принял, и эта вера в тебе раскрылась, в росточек, который пошел вверх и коль вниз. А, соответственно, раз ты дитё Божье, раз ты его образ, ты ему полностью полагаешься, раз этот образ Отца, да, Иисус Христос, это как образ Отца, ты на Него уповаешь, соответственно, во всей своей жизни. То есть твоя вера, из веры диванной, когда ты во все это уверовал, что Бог любовь и Бог может, помните, я ему говорил, и хочет, а значит, ты полностью на Него уповаешь. Вера раскрывается в два дела веры, это упование, практика уже, и любовь к ближнему, и упование на Бога, и любовь к ближнему, и не перепутываем эти вещи. Вот вам все учение, я вот вам его на экране теперь буду показывать, чтобы вы его видели, оно понятно, просто, это как хотите, хлеб, то есть учение, а вино, это жизнь. Жизнь, хотите, это плоть, это учение, а кровь, это жизнь, да, которая по плоти бегает, и у нас получается живое тело, человек, то есть Иисус Христос. Вот, все это символы, образы, они в понятном смысле, есть теория, есть практика, есть невидимое, есть видимое, вот есть учение невидимое, есть жизнь по этому учению. Все, заповедь я вам напомнил, и поэтому мы сегодня уже, просто раз я вам показал, откуда все это идет, от веры, ну, то есть грех против веры, против истины, против Христа, против голоса Божьего, голоса Отца, голоса Христа в сердце. Вот, это одно, что ты должен в это, во все поверить, а второй грех, что не жизнь по этой вере, то есть у нас два греха, отрицание истины и жизни по этой истины. Все, жизнь, она видимый и невидимый мир, вот так он делится на две грани, и все, что невидимое, проявляется через видимое, вот, через тело, через плоть, в виде голоса, так как есть такое большое разделение наших дел на слова и на дела, все, ну, руки, ноги, все, что угодно, да, вот. Поэтому я надеюсь, что тот ролик больше получился все-таки вот показать ту, отрицание истины, невидимого, веры, учения, как угодно назовите, плоти Христа, хлеба невестного, да, все. А этот ролик я хочу посвятить более того, что отрицание жизни, соответственно, по этому учению. Ну, ты отрицаешь его после того, как ты его, в смысле, ты не живешь, если ты отрицал это учение, ну, либо ты его искажаешь. Поэтому Господь и сказал, не прибавляй, не убавляй и не уклоняйся ни налево, ни направо. То есть не прибавляй, не убавляй к истине и иди ровным путем. Не ослабевай в уповании, не ослабевай в любви к ближнему, в уповании на Бога. Вот, ну, еще раз мы прочитаем, почему мы и начнем с этого. Когда Господь проповедовал, это вот восьмая глава Иоанна, и нам сказано с 30 стиха, когда Он говорил это, многие уверовали в Него, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если прибудете, то есть надо сначала уверовать, вот принять истины. Но когда мы уверовали, вот мы не противились истине, поняли, что вот у нас есть Писание, у нас есть внутренний Христос, к которому мы крестились, мы стали новыми Адамами опять, все, мы можем жить во Христе. И Он говорит, если прибудете в Слове, мы можем прибыть, то есть сохраните, вот веру сохранил, помните, Павел говорил, то есть мы храним учение, однажды принято, и то оно потом в семечко, ну или образ этого человека, мы родились. Тот, кто принял, помните, из пустыни вышел образ, или родился ребенок из чрева матери после зачатия, это человек, который вышел и что сказал? Господу Бог твоему поклоняйся, и Ему одному служи. И образ Иоанна Богослова с самарянкой беседы раскрыта, это тайна, как это Господу Бог поклоняться, Ему одному служи. Господу Бог твоему поклоняйся, вот в духе, да, и истине, все, в духе чего? Кротости и смирения, то есть учения самого, или в духе, дух внутренний, вот этот невидимый мир в духе, то есть в учении, в невидимом, поклоняйся, что вот это все, что я вам сказал, Бог Иисус Христос, Бог есть любовь, ты и образ и подобие, значит, ты должен жить точно так же, уподобиться Ему в любви, уповая на Бога, вот. И в истине, а истина есть Бог, Бог есть любовь, все, ты, соответственно, в этой истине, любя ближнего, Ему и служишь, все. Вот во что нужно уверовать, и Господь говорит уверующим, если пребудете в слове, то в истине мои ученики, вы помните, на прощальном ужине в этой же Евангелии, Шиан пишет, он скажет, потому, знаете, что вы мои ученики, если что, будете любить друг друга. Почему Господь там же, на прощальном ужине говорит, я испути истинной жизни, и познайте истину, и истина сделает вас свободных. Чтобы познать истину, надо идти, а то вот верою мы спасены, любимая у одной конфессии учение, никакой мы верою не спасаемся, Господь говорит, потому что все эти слова уже нам предрекает, а на богослов так в образах говорит, что он скажет потом своим ученикам, которые, а ученики кто, он говорит, узнает, любит. Поэтому Господь говорит, я истинный, путь истинной жизни, истина познается жизнью, ты раз не оскорбил, ты два не оскорбил, ты два подал, три подал. И так ты подвизаешься в делах любви к человеку, и таким образом познаешь истину, становишься богоподобным, и это богоподобие тебя освобождает от всего. Ему отвечали, мы семьи Авраамова, вот мы тупо просто семьи Авраамова, мы спасены предками своей языческой, все эти конфессии, это языческая вера предков, никакого отношения они к христианству уже давно не имеют, это языческие веры предков, все. И мы, говорит, мы семьи Авраамова, мы, мы, мы отцы наши, отцы, отцы наши, мы ихние ученики, вы ученики вот именно своих отцов, языческих предков, под видой, под маской христианин, которые сжигали своих же братьев, и не были никому рабами, ты, как же ты говоришь, сделайте свободными. И Господь им отвечает, истинно, истинно, говорю вам, всякий делающий грех, есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то вы истинно свободны будьте. Знаю, что вы семья Авраама, знаю, что вы православные католики и протестанты, вот ваши отцы, да, однако ищите убить меня, то есть грех совершить против ближнего, потому что слово мое не вмещается в вас, слово любви, слово проповедь креста, Павел говорит, юродство есть для погибающих, слово Божье, которое в одной заповеди, потом он будет на прощальном ужине, говорит, кто соблюдает слово мое, кто любит меня, соблюдает слово мое, кто любит меня, соблюдает заповедь мою, потому знает, что вы мои ученики. Слово мое не вмещается в вас. Слово о любви это просто юродство для людей, зверей по сути. Я говорю, что видел у отца моего, а вы говорите, что увидели у отца вашего. Ибо человек убийца, ненавистник, первый дьявол. И вы служите своему отцу. Все вот эти языческие веры предков, все они убивали всех людей. Причем всех своих братьев, еретиков, как они их называют. А человек просто мыслил так, как он хотел, и жил в Боге так, как он хотел. У вас какое право судить человека никакого? Ну и дальше он вот это будет рассказывать, если Бог отец ваш. Ну и я не хочу дальше на этом. Петр, помните, Петр, говоря, откуда эта фраза-то, когда Петр говорит, что обещает им свободу, кто, будучи сами, раб и тлени. Ибо кто кем побеждет, тот тому раб. Кто знает второе послание, можете на моем сайте посмотреть. Вот эти, как я их разделил, все пометил там. Все второе послание, помимо сути Евангелия, в первых 11 стихах, посвящено вот этим учителям. Каким их? Петр говорит, какими мы должны быть, проповедники, учителя, христиане. И какими не должны быть. Ну, он в кратких словах вмещает, какими должны быть, и не должны быть. И перечисляя, какими не должны быть, делит их на три группы, отвращающих от веры, от истины, в том, что Иисус Бог и любовь, и ты, образ и подобие, должен поступать так же. То есть, потом отвращают от любви, это лже-братья. Тех, кто отвращает от правильного учения, это лже-учителя и эти... Лже-пророки в народе, лже-учителя и христианства, потому что у нас нет, как бы, никаких пророков о Христе. И наглый ругатель, хулитель, те, кто будет у вас от упования. То есть, это три вещи. От учения и жизни по учению. От упования на Бога и любви к ближнему. Все, они вас будут отвращать от трех вещей. От самого учения, от веры и искажения, будет искажать от учения. Потом вас будут в свои, как он там будет писать, что они, произнося надутые пустословия, они будут уловлять в плотские похоти свои разврат. Тех, кто из вас стал, находящихся в заблуждении и так далее. И обещают им свободу, вот эту свободу какую-то, липовую. Будучи сами рабы греха, рабы тления. Ибо кто кем побежден грехом, тот тому и раб. Ну, вот все, что Господь... Это же ученики Христа. Они говорят то же самое. Я надеюсь, что вы когда-нибудь научитесь это читать и все увидите. Иоанн Богослов. Все его первое послание там вот так вот, со грехом, с первых стихов. Ну, я просто для примера выбираю вот кусочки. Хотя там нельзя так выдергивать. Но мне хочется выдернуть. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. Чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Не просто называться и быть. Веровать и жить. Это всегда учение. Нет никакого учения об одной спасении и поверии в Новом Завете. Нету. Это если только навырывать стихов. Хотя порой в каждом стихе есть и то, и то. Называться и быть. Человек судится по делам, по плодам. Мир потому не знает нас, потому что не познал его. Возлюбленный. Мы теперь дети Божьи. Но еще вы дети. Вы боги и дети Всевышнего. Все вы. Помните, я вам не зря в прошлом ролике это вспомнил. Где Господь это говорил. И даже из Ветхого Завета он показал, на какой Псалом Господь ссылался. И Иоанн Богослов в этом духе пишет. Но он с самого начала, помните, а детство пишет об этом. Но я вам с третьей главы зачитываю с первого стиха. И всякий имеющий такую. А. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется. Откроется. Помните, я всегда говорю, снимем эту одежду. Откроется кто ты внутри-то. Светлый ты или чернота в тебе. Будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Представляете? И всякий имеющий такую надежду на него очищает себя, так как он чист. Это красная линейка. Мы живем по Христу, а не по языческим преданиям. Нам не нужны никакие святые. Максимум, если в реальной жизни есть пример, и хорошо, об этом пишут апостолы. Подражайте, кого вы видели, а не сказкам написанных чепухне в этой книжке. Выдают за святость то, что святостью вообще не является. Просидел 50 лет в пещере. Да и пусть сидит там. Где написано в Евангелии, что это святость. Если как он чист. И мы в жизни видим такого же человека, являющего нам в жизни Христа и слава Христу. Что мы реально можем в жизни видеть людей христоподобных. Это счастье, конечно, чтобы утверждаться, чтобы не ослабевать. Чтобы в вере утверждаться, что если уж человек, уж Христос тем более все это являл. Всякий делающий грех, я вот на это хочу сконцентрировать, это 3-4. Первая она. Делает и беззаконие, а грех и есть беззаконие. Но дальше я тоже начинаю. И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, что в нем нет греха. Всякий пребывающий в нем не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Так, ну ладно. Хотя нет, я вам дочитаю. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен. Подобно, как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для того ты явился, Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий рожден от Бога не делает греха, потому что семь его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Очень просто. Всякий, не делающий правды, беззаконие, не есть от Бога. Равно и не любящий брата своего. Не делание правды или беззаконие, это нелюбение брата своего. Но на чем я хочу сконцентрировать, и сейчас кое-что хочу сказать-то. Вот на этом стихе. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. Грех и есть беззаконие. К чему они все время ведут? Почему они употребляют это слово? В принципе, слово «закон» неплохое слово. Даже слово «закон Божий». Но не то, что сейчас проповедуют в культах «закон Божий», и вам всю чепухню по плоти поналожат, что вот это надо делать, туда ходить, сюда не ходить. Это все, конечно, чушь. Чушь человеческая или собачья, как хотите назвать. Закон Божий один. Бог есть любовь. Поэтому закон Божий, и сейчас мы увидим, как это понимают. Причем понимают, кто? Фарисеи из фарисеев. Такие, как я говорю, упоротые в хорошем слове. Я надеюсь, все понимают. Действительно, упёртые или упоротые. Упёртые фарисеи. Как Павел Алексеевич говорит, я фарисей, сын фарисей. Иаков, всем известно, кто он был. Да, он был пресвитером в Иерусалитской церкви. Уж там-то доверили бы известно, кому это место. Конечно же, это был тот, кто был непорочен предзаконами. Всё соблюдал до буквы. И сейчас мы разберёмся. Но я хочу сказать... Давайте, нет, мы тогда разберёмся, какой закон-то. И я вам зачитываю. Мы сейчас зачитаем двух апостолов. Кого? Иакова и Павла. Это два фарисея с фарисеев. Что пишет Иаков? То я вчера повырывал там чуть-чуть. А теперь мы послушаем. Во-первых, он всё время тоже пишет в своём послании, только кто прочитает, о любви и уповании на Бога. И о любви к ближнему. Не к Богу, а к ближнему. Это они всегда так делаем. И что же он пишет? Какой же закон? Это пишет Иаков. Это тот, кто там праведен перед законом. Что он пишет? Что закон совершенный. Я имею в виду, что вот грех. Что такое грех опять понять? Грех есть беззаконник. А что же такое закон? Значит, если грех беззаконник, значит есть закон. И грешник это беззаконник. Он пишет. Вы все прекрасно знаете. Будьте исполнителями слова, а не слушатели, только обманывающими самих себя. То есть путь и жизнь. Истинная жизнь. Закон совершенный. Закон свободы. Закон царский по Писанию. Это возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это пишет пресс-виттер Иерусалимской церкви. Всю жизнь, которую провел по закону. Все там очищал себя. Не так, как Христос чист, а как Моисей писал. Понимаете? Это пишет кто? Пишет кому? Двенадцатиколеном Израилем, евреем. Надо это наконец понять. До людей дошло. Те, кто стыдизал Христа, поняли, что закон один. Один. Это закон свободы, закон совершенный, закон царский. Как красиво он его назвал. Вот один закон Божий. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Я говорю, я не буду сейчас все это перечислять, как он пишет об этом. Я как раз обращу на другое внимание. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата и судит брата своего, то злословит закон и судит закон. Какой? Если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Есть законодатель, судья. Один законодатель, способный спасти и погубить. А ты кто судишь другого? Это то, что все конфессии нарушили своими вот этими церковными судами. Этот еретик, этот не еретик, это анафеме предадим, сожгем этого. Кто вам дал право судить? Здесь Яков говорит, именно предвещая церковные суды. И именно об этом. Потому что закон царский это любовь к ближнему. Кто ты, что судишь другого по закону любви? Ты не исполнитель тогда закона. Ты можешь говорить, а судить ты не можешь. Там есть контекст, но я вам хотел эти слова напомнить. Конечно, я их буду разбирать. Я всех приглашаю на канал Христолюб, где я читаю Новый Завет. Там мы все будем, конечно, разбирать вот так по полочке, чтобы без вырывания. Это очень важно понять. Ты судишь, какой закон о любви ближнего получается. Ты, если осуждаешь кого-то, они именно осуждали. Осуждали людей. Он именно об этом говорит, вот вырывание контекстов у Якова, что ой, кто там произносит, учителя, те там, и думают, что просто вот можно ерес какую-то сказать. Да нет. Когда мы с вами посмотрим потом на Христолюбие, вы убедитесь в чудности, когда надо читать внимательно. Он предвещает вот эту страшную беду, когда люди на себя станут натягивать суждение, кто прав, кто виноват. Он говорит, что в истине, истина проста, Бог есть любовь и люби ближнего, все. Говорит, кто от этого отращается, тому анафема. И то, и ты не знаешь, что ты должен человека анафеме передавать. А они что сделали? И он говорит, не может один язык благословлять Бога и проклинать человека. Что они делали на соборах? Собор начинался. Все святые соборы начинались. Изволися Духу Святому и нам. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. И чем они заканчивались? Анафема, еретик, будь проклят, Ориген, Феодор, все прокляты горят в огню. Я буду разбирать, я вам это покажу. Всех приглашаю на канал Христолюб, там будем читать. И заканчивает чем? Ну, помните, это как раз мы в прошлый раз я вам сказал. Все это в одном стиле, в Евангелии, где это разные формулы, одна и та же формула по-разному сказано. Кто? Это хула на Духа Святого, хула на истину, на голос Божий, голос Христов в сердце нашего Творца и Создателя. И того света Бога, который просвещает каждого человека, превышедшего в мир. Ибо Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И кто любит, тот во свете, а кто не любит, тот во тьме. Кто разумеет, делает добро и не делает, тому грех. Иаков как бы заканчивает. Потом начинается пятая глава, но немножко опять о другом. Все, это что по Иакову? Давайте почитаем римлянам. Апостол Павел, фарисей из фарисеев, сын фарисеев, перед законом непорочный. Что он пишет? Почитайте римлянам с 12 по 15 главу. Ну, по 14 включительно. То есть 12, 13, 14. Они, кстати, очень согласуются с коринфянам 12, 13, 14. Почему-то совпадение очень такое, где вот здесь в римлянам он пишет, как до 11, до 12 главы опять идет вот все там речь, вот о законе. И он чем заканчивает, как бы вывод. Прочитайте всегда римлянам 12, 13, 14 глава целиком. Галатам 5 глава сейчас мы. И вот коринфянам тоже с 12 по 13, 14. Это где он и пишет о дарах церкви, а церкви, помните, гимн любви там в середине как вывод идет. Я все, конечно же, не буду читать, но 12, 14 я вам выберу, что у меня выделено быстренько. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь от зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте. В нуждах святых принимайте участие. Утешайте надежду. Скорьте, будьте терпеливы в молитве постоянной. Ревнуйте о страноприимстве. Там он говорит, не воздавайте злом за зло. Вы помните, радуйтесь с радующимися, радуйся. Вот это, кстати, формула опять. Радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущимися. Вам ничего не напоминает? Это опять. Господь, когда хлеб преломляет на прощальном ужине, он говорит, возьмите все и ешьте от этого хлеба. Это радость. Радость мы разделяем. Не разделяем в смысле, а вкушаем вместе с другими. А скорпиум говорит, возьмите чашу, скорпи разделите. Поэтому он говорит, радуйтесь, радуйтесь. Со-радуйтесь. Поэтому Господь говорит, вот вам хлеб один на всех. Хлеб образ плоти, образ жизни, образ того, что у другого есть жизнь. Ты радуешься, да, имейте жизнь вечную, кто есть плоть мою. А вот эта кровь была символом горя, как бы, да, страдания. Он говорит, разделите эту чашу, плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися. То есть мы скорбь разделяем. Вы знаете, потому что скорбь – тяжесть. Опять символ тяжести. Помните, здесь же Павел будет носить и немощи друг друга. То есть скорбь мы разделяем, берем наполовину. А радоваться мы не можем как бы разделить. Мы со-радуемся. Радость еще увеличивается. Ну, что такое? Ну, я купил квартиру. Для чего мы собираем всех, да, чтобы разделить? Она умножается. Ты радуешься и рядом человек радуется. Радость умножается, а горе делится. Поэтому Господь говорит, вот хлеб вам, да, радуйтесь вместе. И помните, хлеб-то преломляет Господь в образе хлебонасыщения, чуда. Хлеб преломляется, он умножается. Там, конечно, на прощальном ужине он его не преломляет, так скажем, да. Да, но смысл в том, что они его как бы тоже ломают, он увеличивается. Каждый этот кусочек радости берет на себе, да. И, а в образе в пустыне, вы помните, когда он народ кормил, вот он образ хлебы. То есть мы когда радуемся, радость умножается. Ее нельзя отнять. Это как свечка к свечке. И поднес, и огонь, и снова огонь. И так горит ровно столько, сколько горело. И это загорелось. Радость, она умножается. Ее нельзя отобрать. Поэтому мы ей делимся. Почему? Потому что ты как бы ее ничего не теряешь. А вот скорбь, Господь говорит, чашу, и говорит, разделите эту чашу между собой. На чего опять публикает разделение скорби? Понесите немощи. У человека беда, человек задолжал, у человека нужда. Возьми на себя. Раздели как минимум половину. Возьми не десятину, а половину. Возьми все. Да, вот в одной этой формуле Павел как красиво сказал. Радуйтесь радующим. Вот вам хлеб и вино, плоть и кровь. Все это об одном. Да, радость и горе. Но он тут пишет, не оставайтесь должными никому, ничем, кроме чем взаимной любви. То есть вы должники всегда человек только в чем, в любви. Но там он пишет о покорности властям, поэтому... Ибо любящий другого исполнил, что? Закон. Вот этот закон царский, закон свободы, закон совершенный. Ибо заповедь, не пролюбодействие не убивай, это пишет фарисей с фарисеев, точно такой же, как Иаков. Не кради, не лжасвидействуй, не поживай чужого. И другие заключаются в этом простом слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. И так любовь есть исполнение закона. Значит, грех или беззаконие, это не исполнение какого закона? Любви к ближнему. Нету никакого другого закона в Новом Завете. Нету. Вы никогда его не найдете. И всю чушь, которую он будет вешать на уши, лапшу, вы просто снимите и выкиньте. Забудьте об этом. Они никогда не смогут опереться на Новый Завет. Они всегда вам подают свои книжечки с учениями. И оттуда что-то наковыривают, причем не из Нового Завета. А они сшили книжечку, умалили Новый Завет, сшивая все писания Ветхого Завета с Новым Заветом. И оттуда вам ковыряют и подают свои отравленные кушани. Никогда их не слушайте. Изучайте Новый Завет. Там всегда только об вере, о которой я вам все время напоминаю, вы ее знаете, и жизни по этой вере. Все. Это кровь и плоть, которая невозможна. И сердце доброе, которое качает это желание. Это ум, который убирает добро. Ну, к галатам вы все прекрасно знаете. К свободе призваны, помните, да, тему свободы от греха. К свободе вы призваны, братья. Какой свободе ты, Павел, да, корректирует. Потому что вначале он говорит, так, стойте в свободе, которую давал нам Иисус Христос. И не подвергайтесь опять игру рабства, немощных вещественных начал мира. Вот я, Павел, говорю вам, но это я уже вам не буду. Ну, да, но вера, действующая любовь, вы все это помните. Тут же в галатах мы читаем, я просто пропускаю очень много, да. Это к свободе призваны, вы, братья, только бы свобода ваша не было к чему. К поводам, к угождению плотью. Но любовью служите друг другу. Ибо весь закон, закон, это они кому пишут? Почему они так любят это слово, особенно Иаков и Павел? Ну, потому что они сами фарисеи. И со своими же братьями пытались их спасать. Как и мы теперь должны спасать своих братьев? Этих конфессиональных, православных католиков, протестантов. Внесистемники, это всегда были первые, первый внесистемник, это Христос. Ибо весь закон, который Господь исполнил, а то все, вот, он же сказал, я пришел не нарушить, вот он его исполнил. Исполнил. Он любил ближнего, не как самого себя, а полностью забыв о себе, отвернувшись себя силой Божией для славы Божьей. Вот какой закон Господь исполнил. Абсолютную любовь к человечеству показал явно, что он от начала сотворения мира в образе Отца Небесного все нам всегда подавал в жизни. Он нас сотворил, привер в этот прекрасный мир и питает каждого. И каждому ежедневно подает все потребное для жизни, радости, веселья и благочестия, то есть уподобление ему в чем? В любви к ближнему. Это и есть святость, это и есть Бог. Бог есть любовь. Ну, Коринфянам я вам просто закончу, вы помните, гимн любви, да, с 12 по 14, прочитайте, ну, вы сами помните, я даже что-то зачитывал, я так пометил себе, ну, что-то неохота мне читать. Вы помните, что если человек все приобретет, а любви не имеет, нет никакой толку, нет ничего, человек ничего, я вообще ничего не приобрел, ничего. Откроется, как Иоанн говорит, и не будем мы познаны от Бога, и Бога не познаем, потому что откроется внутри пустота, а не сыновство и недочерство Богу. Я что хотел сказать, это по поводу закона, вот я вам опять хотел показать. Но я еще, вы знаете, я там просто так сталкиваюсь, ведь общаешься же с людьми. Это лишь символы и образы, надо понять. Грех. Когда Павел пишет фессалоникинцам о сыне погибели, об Антихристе, он его три раза практически в одном там предложении называет. Сыном греха, беззаконником и... Ну, вот это все вот три... Это одно и то же означает. Вот он даже там, я бы мог вот такие места показывать и показывать до бесконечности. Это я так, навскидку опять, и чтобы хоть что-то зачитать, потому что уж в памяти у меня настолько нет, хотелось побольше вам показать. Ну, приблизительно я мог сказать, вот. Но мне нравится, как Анна Богослов там опять про, что мы дети Божьи сказал, вот. Надо понять, что все это одни и те же слова в Новом Завете. Я хочу вам просто зажечь вас и показать вам, как читать-то. Любостяжание. Одно и то же слово. Похоть. Одно и то же слово. Павел хоть и красиво сказал, вроде бы, и вроде бы это истина. С философской точки зрения, с математической, в теории так. В мире нет ни одного слова без своего значения. Но это только теория. А на практике уже у нас слова имеют кучу слов, а мы их порой, по крайней мере, воспринимаем при общении друг с другом, сами же читаем, в одном и том же смысле. Почему говорю, в принципе, все эти слова имеют одно и то же значение. Мир. Я сейчас уже не буду, у меня на это ни сил, ни хватит. Есть образы еще более тяжелые, еще менее разжеванные в Новом Завете, но просто сказанные. Почему я просто слышу вот это, знаете, вот я говорю, любостяжание. Очень легко понять. Вот там Петр будет писать, что типа из любостяжания. Что такое любовь к стяжанию? Это опять дырка, к которой мы говорим. Это эгоизм. Это все одни и те же слова. Это не любовь к ближнему. Потому что любостяжание, любовь к стяжанию. Как ты будешь... Господь сказал, кто хочет идти за мной, формулу. Он дал вот это следование за ним, освобождение пути. Он его показал. Отверни себя. Крест. Образ креста. Кровью от образ любви к человеку. Возьми крест свой. Потому что Господь ради человека все это делал. И мы все делаем. Вот мы гимн любви. Вы Павел, помните, он очень это красиво сказал. Там причем смысл Коринфянам 12, 14 главы именно о дарах человеку. То есть все, что тебе Господь дает, ты этим и служи к ближнему. И вот мы понимаем, что все это для служения ближнему. И Господь говорит, путь отверни себя, возьми крест свой, следуй за мной. Он дает формулу. Понятно, как ты что-то дашь, не пожелав оторвать. Все. И Павел говорит формулу. Верь, что показать. Добрые дела. Каким образом? Ну с рассудительностью естественно. Как ты? Двадцать с мороженым много. Для ребенка. У него ангина, он помрет. Добрые дела с рассуждением. А в рассуждении что показать? Воздержание и долготерпение. Оторви, потерпи. И сделай это доброе дело кому? К Богу что ли? Богу любви покажи. Вере нет, брату любви. Доброе дело к ближнему покажи. К окружающим тебя людям. Тем, кто на расстоянии взора, на расстоянии слуха и на расстоянии ноги твоей. Да кого ты видишь? Кто нуждается в твоей помощи? Все. И вот, а я что только не слышу. Дружба с миром, есть вражда против Бога. Все, что в мире, похоть, плоти, похоть, отчей горжище. И давай притягивать, что вот весь мир не в платочках ходит, а мы в платочках. Это вот, вот это заповедь Божья. Ничего подобного. Полная фигня. Это не имеет никакого значения. Это лишь обряды, традиции, образ жизни конкретных людей. Нигде вы в Новом Завете не найдете, что это заповеди Божьи. Так или так ходить, так или так одеваться. Почему я сейчас просто в общем говорю, что-то, если честно, потому что эти образы там еще более сложные. Хоть и законит-то, вон, закон для иудеев. Ихние же иудеи из иудеев объяснили им, какой закон исполнил Христос и что такое на самом деле закон Божий. Кто есть Бог? Бог есть любовь, а поэтому закон один. Бог никакого Бога не любит над ним стоящего. Бог любит нас, и поэтому даже мы ему уподобляемся только в любви к ближнему. Но так как мы его творение, все, что мы Богу можем дать, а он источник. И дать мы ничего не можем, это пассивная любовь. Она проявляется в благодарности. И то, это чувство внутреннее, оно даже невыразимо словами. Кто это знает, кто в этом усовершается. Это чувство детей, которые родителям, кроме улыбки, радости, ничего дать не могут. Особенно, чем меньше берем мы детей. Вот там, возьмите грудничка. Да что он может дать своим родителям? Мы для Бога не то, что у груднички, а вечные эмбрионы, по сути. Это так, если сказать, Бог единый источник. Поэтому любовь к Богу, но это я буду отдельно писать, она выражается только в одном. В бесконечном, в безграничном чувстве благодарности к своему родителю. Оно непередаваемо, оно никому не рассказываемо. Это просто внутреннее чувство человека. И это любовь чего? Любовь, это вот по плоти, я говорю, всегда рассматривается жизнь в двух вещах. Видимое, невидимое, плоть и дух. Это по плоти. Поэтому ты не знаешь, как это выразить. Ты вроде бы становишься на колени, говоришь спасибо, а сам понимаешь, что просто сердце разрывается. Это чувство. Но по духу, что такое любовь к Богу? Это любовь к святости. Потому что Бог есть дух. И дух это дух любви. Это любовь истины. Любовь любви, как хотите. Пусть это тавтологично сказано. Человек, познавший истину, хочет жить в этой истине. Значит, я хочу жить в любви. Все. Вот что такое любовь к Богу. Она выражается видимо и невидимо. Видимо, так скажем, в благодарности Богу. Ничем не выражимой по плоти. Не надо ничего Богу таскать ни в какие капища. Это чувство благодарности. А внутренне она проявляется в любви к закону. Любви к самому Богу, который есть любовь и есть закон любви. И к желанию жить по этому закону. Это же есть любовь любви. Любовь Бога. Любовь истины. Все. То есть это любовь к Евангелию. Любовь как угодно назовите. К познанию это истина. Любовь это истина. Все. Истинность, любовь. Я должен жить в любви. Все. Поэтому все эти слова. Это похоть плоти, похоть очей, гордость житейской. Что опять значит? Все то же самое. Там если не вырывать из контекста, внимательно почитать. Контекст всегда о том, что похоть-то чего? Ты хочешь, ты хочешь. Это просто. Иоанн Богослов говорит о том, что это ты хочешь. Это похоть. Чего? Плоти. Все в себя сую. Очей. Все мне. Все удовольствия только для меня. И гордость житейская. Превозношение. Это все относится к нелюбви, к ближнему. Это опять лишь образ. Но если каждый мы разберем, он будет говорить о том, что ты как-то, если ты все в себя тянешь. Что по плоти, что по духу, через глаза. То есть внутренне питаешь себя всеми своими радостями. И еще этим превозносишься. Я не хочу сейчас все это разжевывать. Это бесконечные темы. То же самое, когда говорится о любостяжании. Это подразумевается вся совокупность. То есть мир. Мир-то как живет? Все в себя. Все в себя. Бери от жизни все, и ты один. Поэтому что такое любовь-то к миру? Это вот быть подобным всем, кто живет не по Евангелию, не по любви к ближнему, а не любви к ближнему. Потому что в мире живут любовью к себе. Все. Мы лучшие. Мы русские. Мы лучше всех. Так живет мир. Поэтому там и сказано, там в том контексте, когда не вырывать эти стихи из контекста. Я вас пытаюсь зажечь уже. Про закон я вам показал пример, как это читается. Там же видно. Вот. Вроде бы Иоанн говорит, что грех есть беззаконие. Они вроде такого не говорят. Но через других, видите, послание мы можем описать. Хотя Иоанн говорит, что такое грех, что это не любовь к ближнему. Вы помните. Равный не любящий Бога, не любящий ближний. Вот тебе грешник. Я вам показал, даже вот мы можем одно через другое видеть. Хотя само это слово, допустим, грех есть беззаконие, ни Иаков, ни Павел не произнес прямым текстом. А у них мы на другом видим. Они друг друга дополняют и украшают. И открывают нам истину. Ну, естественно, когда нам Бог открывает умное сердце к уразумению Писания. Вот. Но она открывается путем. В жизни надо любить ближнего обязательно. Тебе ничего не откроется. Кто не любит ближнего, богослов говорит, тот во тьме ходит. Ты ничего не увидишь. Ничего ты никогда в Писании даже не увидишь. Потому что тьма в тебе. У тебя закрыты глаза. Господь говорит, вы слепы и не видите, куда идете. Вот. Поэтому все эти слова, я так на память вспоминаю, любостяжание. Вот это к миру все чертыхают с этим миром, этими грешниками. Я просто знаю, о чем говорю, не знаю, кто меня услышит. Я не хочу слишком тему развивать, когда вот начинают. Это неправильное толкование вот этих мест, понимание их даже дело не в толковании. Там ничего толковать не надо. Там надо читать в контексте просто, и все будет понятно. Всегда подразумевается не любовь к святости, то есть к истине, к любви. Вот к отрицанию истины. И соответственно не жизни по этой истине. Там всегда это. И просто это разные образы и слова. Похоть плоть, похоть от Егора Шетейская, любостяжание, мир, любовь мира. Это все об одном. Потому что мир не любит ближнего. Мир любит только себя, а не там. Корейцы, мы там выше пупы земли, американцы, мы. Это все превозношение. Вот тебе гордость житейская. Мы, ну что ты русский, ну в паспорте это написано. И то может ты не русский, кровь-то у тебя какая. Это только нация. А этнос, кто будет делить-то? И начнется, а я русский узбек, а я русский русский, русский славянин. И так опять резать друг друга будем. Что и делали при распаде СССР. Неужели мы не му... История прекрасная учительница. Все это знают. Вот я что хотел сказать-то. И более того, к чему я еще хотел подвести. Бог мне не позволяет такие ролики писать. По крайней мере пока благословений его и нет. И дух меня не побуждает. Вы заметьте, что в Евангелии Господь никогда не говорит о конкретных грехах. Вот мы сейчас с вами вроде бы разобрали. Это все красиво. Как я вам говорил, ведь любовь к ближнему это заповедь Божия. Одна которая. Это лишь абстрактное слово. Любить ближнего. Это то, что стать Богу подобным в любви к ближнему. Ну что это такое? Многие считают, что судить ближнего это любовь. Обличать, наказывать, осуждать. Сжечь ради любви к Богу. Это нормально. Это любовь к ближнему. Палкой привести к Богу. Веру свою обратить. В свой культ. Это любовь к ближнему. Вы понимаете? Это, конечно, злые ошибки. Очень страшные ошибки. Почему Господь никогда даже былут. Почему мы в Евангелии никогда не найдем, что Господь говорит. Былут это плохо. Пьянство. Плохо. Прелюбодеяние. Почему Господь конкретно не говорит. Вот грехи и вот такую бы, знаете, как сейчас есть во всех конфессиях. Или вот такие вот книжки. Все грехи вам перечислят. А вы знаете, почему многие не отпадают от грехов? Вот он пьет и пьет. Курит и курит. Ну, казалось бы, бросит. Тебе же говорят, Бог тебя накажет. А он не может. Почему у него нет ни страха Божьего, ни внутреннего страха, что это плохо? Ведь вроде бы свет просвещает и его же. Вот это вопрос. Вы знаете, на какой-нибудь фигне я бы мог показать. Это легко. Там скурим. Я думаю, никто не соблазнится. Я боюсь, что если я начну говорить о таких вещах, почему блуд это плохо на самом деле, и что Господь блудников не судит, и не судит никого вообще, Богу все равно, что ты делаешь. Конечно, мне говорят, вот многие соблазняются. Естественно, у меня особо повеления духа нет, я не хочу это говорить. Я буду ролики записывать по поводу покаяния всех, и антихриста, и сатаны. На самом деле, это не мои какие-то фантазии. Просто кто видел ролик о последнем времени, я там писал о вечных муках, я продолжу эту тему. Это есть основание в Писании. Ну, как, в общем-то, и о понимании греха, что это такое. Любой грех, я вам просто дам наметку. И я вам просто про последние времена не договорил, да, что я покажу потом ролик, вы скоро увидите. На самом деле, Бог открывал это опять в символах, в образах. Это есть все. И здесь то же самое. На самом деле, просто знаете, вот, пьянство это плохо. Вы знаете, Павел, почему потом апостолы опять по-детски начинают. Вот, будешь пить, Бог тебя накажет. А что же Господь, когда идет свадьба в Кане Галилейской, вы знаете, уже разгар вечеринки. Сам этот, тамада, как уже по-нашему, по-современному сказать, вот, управитель свадьбы, когда принесли это вино, из воды сделал Господь, который притворил вино, принесли эту воду, притворенную вино, и отведал, сказал, о, каждый к концу свадьбы уже, к завершению, уже подает плохое, а ты вон сберег даже досюда хорошее. То есть, вы представляете, кто там сидел? Это вся деревня бухала. Вы что думаете, там супер все трезвенники и такие все в бабочках с галстучками сидели? Да это такой народ сидел. И были там алкаши, и кто по пьяни потом дурковать, как это по-нашему говорят, начинает. А Бог им опять вино делает. Так пьяницы же не наследуют Царство Небесное. Знаете, думать, что, я говорю, можно, конечно, все превратить, как у нас любят вот эти конфессии, все там, житие подмазать, всю историю переписать. Но Евангелие не такое. Для каждого чистым сердцем и рожденного, слышишь, очевидно, что эта свадьба в этой Кане была известна. Какая, как и у нас везде любые свадьбы. Без драки не обойдется, без пьянства, без дебошей и без людей, себя неправильно ведущих и прочее, прочее, прочее. Почему Господь им делает вино? Почему никто не хочет над этим затумнуться? Господь что, ко греху толкает? Там что, не было блудниц? Это что, святая деревня? Сам Нафанаил свидетельствовал, разве оттуда? Говорит, из Галилеи можешь что-то доброе? Считали, что там вообще одни грешники, вообще убитые. Там, кто знает, иудеи с самарянами, да, помните, плевались. Кто не понимает, вот есть, я даже карту помещу вам, есть Иудея, есть Самария, а Галилея еще выше, еще севернее. Это чтобы вы знали. И вот иудеи даже вот этими самарянами, а это 10 колен так называемых Израиля, которые там пленили, ну, сейчас долго не буду рассказывать, это такие же евреи. Они ими плевались, а эти полтора колена, полтора, потому что одного колена вырезали в свое время, сами же братья другие, один из колен. Они стали вот этими иудеями, соблюдающими закон. А те отвергли все там по пяти книг, по торе жили, вот на эту гору там ходили, где вроде бы как Моисей там. А они вот в храме поклонялись. Ну, и те, правда, ходили, но они это имя чертуха. А это вообще Галилея, это еще выше всей Самарии. Представляете там? Представляете, кто это такие? Это вообще там, считалось же как, чем-то дальше от Юрсалима. Если у тебя дом в двух шагах на следующей улице от храма Господня, все, ты святой, ты знаешь, ты в Царстве Небесном точно так же. Тебе обитель вот рядом с Богом, с Иеговой. Вот прям тут. Помните, почему ученики-то удивлялись, как мог богатые не войти-то? Они думали, что вот, богатство благословения. Почему смеялись-то на Христом? И почему вроде как ты висишь на кресте проклятый, а мы вот тут на ослике, все в шикарных одеждах белых? Бог-то любит праведников, и праведникам все дает. А грешников проклинает и на кресте распинает. Оказалось не так. Оказалось совсем не так. Что такое Галилея? Понятно. И на самом деле так и было. Представляете, это шел путь путешествующий из всей Африки. Все туда шли, из Египта. Все шли, это был по сути такой не шелковый путь, я не знаю, какой он там назывался. Он шел через Иссалим. Почему там Соломон-то стрих их, как этот, на таможне. С этого тоже немало имел. Со все караваны шли все через Иудеи. Естественно, платили деньги-то. Что такое Галилея? Это тоже перевалочный путь. О, да там кого только не было. Там уж вообще чистой воды, полуязычество. Представляете, где жил Христос, где он родился? Я просто не представляю. Что-то именно этого, может быть, кто-то не понимает. Ну, а кто знает, должен это понимать. Ну, вот я развел демагогию насчет этого. Ну, думаю, кому-то интересно, кто любит слушать и такие вещи. Так что очевидно, что Господь это делал, да? В чем смысл-то? Конечно, там есть и духовные толкования, сейчас я их не буду убрать-то. Грех есть один. Грех против любви. К любви к ближнему, причем, а не к Богу. А Богу грех только один, неблагодарность. Поэтому, по сути, конечно, даже дар плоти тебе для твоей крови, для твоего духа внутреннего, это дар, конечно. Когда ты сам себя убиваешь, там, куривом разрушаешь организм, алкоголем, конечно же, это неблагодарность. Мы все прекрасно понимаем. Когда мне что-то дарит ближний, если муж жене принес цветы, а она на его глазах вот так их перевернула и в мусорку поставила, я думаю, очевидно, что каждый испытывает при этом. Это то же самое. Конечно же, мы печемся о теле, о душе, вообще о себе, потому что Бог нас сотворил. И как детям позорно быть недостойным своих родителей, да, как вы знаете, дети, родители хорошие, а дети там какие-нибудь мажоры, машины разбивают, может, какие-нибудь наркоманами становятся. Конечно, мы недостойны и детям стыдно за своих родителей, а по сути детям должно быть стыдно за свою жизнь, которой они недостойны своих родителей. Здесь то же самое. Вот оно, грех против Бога, это понятно. Есть грех против ближнего только. Пьянство, то же самое. Ты когда пьешь, каждый прекрасно знает, кто, может быть, сталкивался в жизни. Да возьмем с куревым. Вот им, ты себе вредишь, потому что, получается, ты куришь, твои дети в это вдыхают, твоя жена, твои родители, может быть. Вот живой пример, самый банальный. Бог-то все равно, он даже готов, он тебе может плоть изменить. Мы видим в Евангелии, как Господь и хромых, и слепых от чрева матери все давал. Бог есть Бог любви. Бог есть Бог творец. Он может и хочет. Вы помните эту формулу. Поэтому Иисус Христос Бог, имя которому любовь. Или Бог любовь, просто коротко сказать. И, конечно, Бог тебе может, ты даже печень свою посадишь, он тебе ее за две секунды исцелит и новую даст. Таким образом. Проблема в том, что ты ближнего не любишь. Поэтому каждый грех, на самом деле, каждый грех рассматривается через призму нелюбви к Богу, как благодарности, это раз, и второй нелюбви к ближнему. Но такие страшные грехи, как бут, прелюбодеяния, я даже трогать не хочу. Как все говорят, ой, тебя слушают, могут соблазниться. Ну и ладно, у меня действительно нет повеления духа от таких совсем вещах разговаривать, что Бог и блудников-то не судит. А судить он будет не его блуд, а его нелюбовь к ближнему. Я наговорил всякое, кажется, имеющие уши, может быть, меня доуслышат, и кое-что им Господь сам откроет. Почему всеми этими грехами мы, на самом деле, ближнего не любим, а не кого-то. Богу все равно, это только вот это детское восприятие Бога-судьи, и того, что есть какой-то закон, по которому Бог тебя судит. Человек, познавший, это от блуда отвалится, конечно. Ну кто рожденный свыше или еще не рожденный, но жаждет родиться. А, конечно, есть настолько бестолкового, я согласен, кроме вот что Бог тебя по голове вдарит, они ничего, может, не понимают, я не знаю. Так что вот так вот. Поэтому все грехи надо понять. Если у вас какой-то грех, я просто хочу такой добрый совет от опыта дать, потому что сам кое-что тоже проходил. Если вы от чего-то отлепиться не можете, и сердце вам, помните, не обличает вас, даже Писание не обличает такое детское, где Павел говорит, блудники, грешники, пьяницы, любостяжатели, сребролюбцы, ненаследуют, вы поймите, что каждый ваш грех рассмотрится через нелюбовь к ближнему. Вы это увидите, вы это познаете, что вы дырка просто, и что вы неблагодарны Богу. В этом вы увидите, и тогда, возможно, из любви к Богу, к Отцу, в образе Отца, к Христу, который вам все даровал. И когда вы поймете, и Господь вас все-таки устыдит в сердце, и вы поймете, каким образом вы наносите. Помните, я не зря зачитал это, где Павел говорит, любовь не делает ближнему зла. Что вы причиняете ближнему зло, причиняете вот этими вещами. Когда вы это поймете, и поймете, что вы хотите ближнему не причинять зло, а дарить, делать ближнего счастливым, вы все бросите. Если вы поймете, что ближний рядом с вами, когда вы курите, и он эту вонь вашу нюхает, вы бросите это, если вы захотите любить ближнего. И так вы рассмотрите каждый свой грех, который вы знаете в Писании как по закону, когда вы действительно познаете истину, вот эту простую, что Бог есть любовь и Отец, Творец наш любвеобильный, надо быть к нему благодарным. И что мы все друг другу, братья и сестры, и счастье мое в счастье ближнего, поэтому любовь это добрые дела, бескорыстные добрые дела для его счастья. Если он морщится, сидит, как Павел сказал, не буду есть мясо вовек. Вот она формула. И так рассмотрится любой глий. Но в частности мы рассматривать не будем. Единственное, что я могу сказать, если у кого-то есть какие-то проблемы, или вы не понимаете этого, пожалуйста, я всегда доступен в скайпе, вы знаете, в каких возможностях зальных сетей. В частной беседе, конечно, мы об этом поговорим. Может быть, вам это откроется. Я все, что знаю, что Господь мне открыл и продолжает открывать, я поделюсь с радостью. Ну, пока, да. Плейлист по греху я тоже соберу. Я там на канале вроде сейчас делю по плейлистикам, чтобы можно было по каким-то темам все-таки более быстро найти мои эти монологи и послушать. Вот, я как бы и грех сделаю. В общем-то, два ролика раз уже получилось. Вот, и может быть, еще. Может быть, я буду рассматривать вот эти конкретные места, где похоть плохие, похоть очей. Это и есть вся совокупность греха. Мир – это совокупность греха. Желание этого греха. Вот, но пока на этом остановимся. Вот, единственное, у кого есть какие-то желания пообщаться, кто-то что-то недопонял, пожалуйста, звоните. Я всегда рад, побеседуем лично. Просто поговорим, чем смогу, чем Господь положит, кому, кого ко мне приведет, так скажем. Я с радостью приведу его к Богу, если Господь позволит. Ну, все, на этом попрощаемся. Завтра ролик я хочу записать о радости, благовестии. Ну, это уже другая тема. Давайте исполним дело любви к Богу, поблагодарим Его. И на этом закончим. Господь мой, Бог наш, любвеобильный наш Создатель и Творец, слава Тебе. Спасибо Тебе за все, за всю любовь Твою, за все, что Ты подаешь нам. Спасибо Тебе. Что выразим Тебе, кроме чувства благодарности за все? Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Спасибо за эту трансляцию. Спасибо за всех братьев, сестер и всех слушающих этот ролик. Спасибо Тебе, Господи. Все Твои благословения всегда на всех людях, Тобой сотворенных. Но особенно на всех верующих в Тебя, искренне, алчущих и жаждущих Тебя, и чистых, и горячих сердцах, любящих ближнего своего, которые окружают нас. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Иисус Христос, Господь и Бог наш, имя, сущность и природа, которого одна любовь, да всегда пребудет с нами. Он живой Бог, всегда здесь, посреди нас. Кому понравился ролик, ставим палец вверх. Кому не понравился, все равно ставим. Делитесь, с кем считаете нужными. Все мои адреса канальчиков наверху, кому интересно. Все контакты для связи всегда снизу, а все полезные ссылочки всегда у меня справа. Всех Храни Христос, всех нежно целую, крепко внимаю. Пока-пока, до встречи в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok